Благоустройство улицы Ленина обещают закончить к 30 октября. Тротуары, ограждения, освещение, озеленение, светофоры и благоустройство парковочных мест. Однако проезжая часть шире не станет. Напомню, что это уже второй этап работ. Первый, а именно реконструкция Любинского проспекта, завершился в сентябре прошлого года. По словам заместителя генерального директора компании «Идеалстрой», работы будут вестись от юбилейного моста до Ленинградской площади. Улицу перекроют, но ограничивать движение на всей магистрали одновременно не будут. Например, отрезок это от Бростита до улицы Чкалова. Вот один отрезок, от Чкалова до Короленко второй. Вот одновременно не более двух будет закрываться. Сначала мы будем выполнять контактную сеть, установку опор. Чуть с запозданием пойдет устройство тротуаров, подготовка основания, подмощения. И дальше пойдут работы по устройству клумб. В проезжей части работы выполняются по замене колодцев. Во время благоустройства улицы изменится и движение транспорта. Открытым останется проезд на участке от Лермонтова до Бростита, потому что другого выезда с площади Бугольца нет. Также будут открыты поперечные проезды, которые пересекают Ленина. Это улицы Лермонтова, Короленко и Степана Разина. Но без пробок все равно не обойтись, признаются чиновники. Водители выберут себе путь наверняка по левому берегу, для того, чтобы двигаться, допустим, в направлении дальше. Это Кирпичская набережная через Ленинградский мост. Часть транспорта, безусловно, будет перекладываться на проспект Карла Маркса, и другая часть уйдет на улицу Маршала Жукова. Рассматривается возможность организации движения в двухстороннем режиме по улице Тюменская. И, как вариант, планируем улицу Карла Липних сделать двухстороннюю на участке от Красноплодской до улицы Гагарина.